Ну что, плохие девочки? Готовы, пошли? Сереже, хватит уже жить как дура. Пошли. Пришла сюда с мамой, хочу ее немножко научить. Плохим штучкам. Настроение драйвовое, приходите к нам. Скажите что-нибудь на женском. Ой, все. Привет, Иван Троллс. Сегодня мы находимся на пятом юбилейном фестивале Best Woman, а именно Best Bad Woman. И я хотела спросить, Сереж, как тебе сегодня здесь? Ты один из немногочисленных мужчин на этом фестивале и тысяча женщин вокруг. Прекрасно. Я себя чувствую, как рыба в воде. Это моя любимая целевая аудитория. Поэтому, мужики, завидуйте мне. Я сегодня тут буду один. Спасибо. Ты знаешь, почему фестиваль называется именно Best Bad Woman? Не знаю. Потому что основная тема этого фестиваля – это поиск себя. Надо найти себя. Девушкам и женщинам предлагают быть собой, найти именно те стороны, которые больше нравятся внутреннему я, чем окружающему. Поэтому… Ну, пошли, узнаем, кто-то сегодня сможет найти себя или, может, уже нашел себя. Или, как давно, потерял. Ва! Девочка, вы уже нашли себя? Я только что сделала пояс, который я забыла в шкафу на вешеньке, и, наконец, сконструировала пояс. Поэтому, может быть, это начало. Мероприятие уже началось, и монтаж еще продолжается. Непорядок. Итак, мы находимся в ДК КПИ. И на данном фестивале представлены такие зоны, как лекторий, в котором выступают порядка 16 спикеров, зона ярмарки. И вечером также планируется развлекательная шоу-программа. Что еще у нас есть? В принципе, еще проходят различные мастер-классы для девушек. И я надеюсь, что на вечерней шоу-программе будет жарко, потому что сейчас в холле достаточно холодно. Если вы видите, я не могу еще до сих пор снять куртку, и, в принципе, многие девушки. И, наверное, это специально, чтобы наша красота сохранялась подольше. Наверно. Узнаем сейчас, возможно, у организаторов. Да, но в следующий раз лучше прогреть помещение. Привет, Вова. Привет. Давно не виделись. Пришли проверить, насколько твои правила реалистичны и правильны с прошлого нашего интервью. Хочу спросить сначала, почему женский фестиваль? Ну, потому что в образовательной сфере 70% входят женщины. И поэтому до этого дела бизнес-события я вижу, что все равно женщины ходят. Поэтому нужно что-то сделать женщинам. И поэтому еще в 2014 году у меня родилась идея женского фестиваля. И вот на сегодняшний день я уже провожу пятый фестиваль. И поэтому женщина готова больше развиваться. Поэтому с точки зрения тренингов все равно это для женщин. И я делаю, ну, какой-то более интересный формат. Не только какая-то голая конференция. Делаю еще дополнительную шоу-программу, там, ярмарку, какие-то зоны красоты. Для того, чтобы женщина пришла, для нее это был такой некий праздник. А почему марафон? Это в этот раз, этот пятый раз я делаю новый формат, чтобы не просто был один день фестиваля, а еще после фестиваля у нас еще 20-дневный онлайн-марафон, который уже включен в стоимость билета. И получается 6 спикеров выступают в день фестиваля. Еще 12 спикеров будут выступать каждый вечер на протяжении 12 дней. И получается... Куда остальные спикеры делись? Где они прячутся? У нас просто тема такая очень глубокая. Найди себя, будь собой. И, соответственно, в рамках одного фестиваля ее нельзя раскрыть в рамках одного дня. И поэтому мы решили сделать такую полумесячную программу, грубо говоря. Тогда понятно. А то я думаю, как можно за один день найти себя? Твоя жена не против таких фестивалей в твоей жизни? Нет, она гордится, вдохновляет меня. Не ревнует? Черпит меня? Нет, конечно. Доволен ли ты результатом фестиваля? Много ли продаж? И какие вообще твои впечатления и эмоции? Ну, в целом, да. Потому что данный формат мы изначально целимся заработать не на самом фестивале, а заработать на втором-третьем шаге. Уже продавая с отдельными спикерами уже какие-то глубокие курсы, школы и так далее. Поэтому у нас около 1200 проданных билетов в целом. Сколько стоимость билета? Средний чек где-то 500 гривен. Данный сам формат фестиваля, изначально он идет либо в ноль, либо даже в минус. С цели заработать на фестивале нет? На самом фестивале нет. Ну, это практически очень сложно сделать, потому что в женской нише с таким чеком делают такое мероприятие, приглашая топовых спикеров, у которых есть гонорары, делая шоу-программу, делая ярмарку. То есть очень большая затратная часть. Поэтому данный формат фестиваля, он больше проходится как промо, как пиар, для сбора новой аудитории. И потом уже, так как у меня прежний центр продвижения тренеров, экспертов, то уже дальше используется эта база, и уже монетизация идет на втором-третьем шаге. Получается, что организация фестивалей, в принципе, не особо прибыльное дело? Нет, не обязательно. Это я говорю про женский формат, это точно. Я вот про женские фестивали, если кто-то захочет организовать, то заработать на нем так просто не получится. А вы не пробовали поднять стоимость? Смотря как делай. То есть то, что я делаю, можно многого не делать. Можно шоу-программу не делать, где мне плюс 30 тысяч гривен сверху. Можно не делать такие фотозоны какие-то прикольные, либо можно не приложать... Никакой атмосферы, чисто спикеров и все? Да, либо не приложать каких-то именитых спикеров, потому что у нас выступают Карпачев, Холоденко, Ольга Горбачева, Алла Клеменко, Артем Нестеренко, Алекс Алимской. Это 4 из 6 спикеров, у них гонорарная часть. Можно просто пригласить спикеров, которые менее известные, и получается не платя им гонорара и сделать мероприятие. И там может быть и заработок, но у меня цель немножко другой. У меня уже с самого первого фестиваля была поднята планка высокая по формату, по масштабу. Я уже не могу опуститься ниже, чтобы сделать более худшее событие. Сколько времени заняла подготовка? Два месяца дело занимаем. Сколько человек, какая команда делала? 15 человек. Были ли какие-то факапы в момент подготовки или вот сегодня перед открытием? Ну, факапов всегда бывает очень много. Начиная от позднего запуска промо-компании. Мы начали 4 сентября, а у нас фестиваль 29 сентября. Соответственно, дальше там орг-моменты. Вчера у нас один артист отказался выступать. Мы находили замену быстро за вечер. У вас не было предоплаты гонора и штрафовать никак не можем, да? Ну да, у нас шоу-программа, мы не платим артистам. У нас они бесплатно выступают. И получается там один коллектив слетел. Вот, поэтому, как тебе сказать, ну, пока глобальных прям таких вот совсем нету, что прям совсем смерти и все. Но таких мелочей, конечно, там либо ты по срокам затягиваешь, либо оттягиваешь, либо забываешь, либо кому-то ты попоручил, а тот забыл, да, там, с тем самым метафаном. Мы вчера его только покупали, потому что задачи еще две недели назад на собрании ими ставили, поручили. Девочка забыла, потом вспомнил. Одна девочка спросила, а как у нас будет пушка стрелять? А я такой, а кто-то заказывал вообще метафан и как бы опа, его нету. Ну, как бы вот такие моменты они, да. Хорошо, спасибо большое, успехов и процветания. Спасибо. Ну что, господа организаторы, мои выводы со слов Владимира такие. Первое, продумывайте дополнительную монетизацию, как вы еще сможете заработать на подобных фестивалях. Второе, делайте предоплату и оплачивайте труд артистов, чтобы не возникало таких проблем, как срыв и отмена своего выступления за день до мероприятия. И третье, для того, чтобы не возникало каких-то факапов и что-то что-то не забывал, подготавливайте специальные чек-листы, по которым вы можете сверять, что у вас готово, что у вас не готово, что куплено, что не куплено. И будет у вас все четенько. Мне кажется, Аня немного залипла. Пойду к другим девочкам попрестаю. Вот, даже этот мужчина говорит, что на других женщин нельзя обращать внимание в моем присутствии. Понял, Сережа? Сегодня плохим девочкам можно все. Плохие девочки даже ходят в мужской туалет и, возможно, писают стоя. Я попробую. Добрый день. Сегодня был замечен мотоцикл на Best Bad Woman Fest. Я так понимаю, это ваш? Да, это наш. Мы общественная волонтерская организация, которая помогает двухколесным, которые попали в ДТП. Подскажите, пожалуйста, сегодня фестиваль называется Best Bad Woman. А вы вот как к себя относитесь? Вы больше хорошая девочка или плохая? В тихом омочи черти водятся. А что в последний раз такого плохого вы делали? 120 по городу. 120 на мотоцикле? Да. Это суперопасная женщина. Сереже, хватит уже жить как дура. Пошли. Хочу сделать отдельное спасибо организаторам за то, что выбрали локацию, на которой есть много зеркал. Сегодня на мероприятии присутствует около тысячи женщин, поэтому наличие большого количества зеркал – это классно. Спасибо. Скажите что-нибудь на женском. Иу. Это вам. Хорошего вам дня. Спасибо, как приятно. Всем девушкам на фестивале при входе в лекторию дарят цветы. Добрый день, Алла. Добрый день. Поздравляю с успешным выступлением. Скажите, как вам удается вдохновлять людей? Тяжелый ли этот труд – вдохновлять людей на успех? Для меня он кажется не тяжелым, потому что я занимаюсь любимым делом. Это действительно то, что мне нравится. И учитывая, что у меня маленькая дочь, ей два месяца сейчас… Поздравляю с обновлением семьи, пополнением. Спасибо большое. Она гуляет по ночам сейчас пока еще. Ей это нравится. И нам тоже нравится это. И я всегда говорю, что если бы не это, если бы не было на работу на следующий день, было бы сложно. А так как я иду кайфовать, мне классно. Поэтому основная идея – то, что я занимаюсь любимым делом. И основная идея – это то, что мне легко вдохновлять, потому что я сама поддерживаю этот уровень энергии в себе. Круто. Скажите, пожалуйста, вот тема сегодняшнего фестиваля – найди себя, чтобы стать счастливой. Как давно вы нашли себя? Ну, вы знаете, мне кажется, что этот поиск – это поиск всей жизни. То есть мне сложно сказать. На данный момент, мне кажется, нам открывается то, что мы готовы принять и осознать на данный момент жизни. И вот открытие это происходит на протяжении всего времени. Поэтому мне кажется, что такой первый шаг к этому произошел, когда я начала заниматься любимым делом. То есть все сходится. Как только начинаешь делать то, что ты хочешь, начинаешь себя находить. Может, скажите, какие там три основные правила для того, или секрета, чтобы девушкам было легче найти себя? Номер один – это себя слушать и, соответственно, делать то, что ты хочешь. Тогда будут… Когда мы делаем, что хотим, мы пробуем. Понравилось, не понравилось. Холодно – жарко. Холодно – жарко. И вот жарко – жарко – жарко. Все время вперед. И это будет оно. Момент номер два – принимать и ценить себя такой, какая ты есть. Я знаю, что это очень просто звучит. И очень много все об этом говорят. И часто оно бывает немного обесценено. Но это очень классная история – принимать, любить и ценить себя такой, какая ты есть на самом деле. Потому что благодаря каждому мы очень уникальны. И наши качества проявляются и открываются только, когда мы позволяем им быть. Ну и жизнь круче, потому что себя принимая, принимаем других людей. И правило номер три – это, наверное, взаимоотношения с классными людьми, окружение себя людьми, которые любят, ценят и поддерживают тебя, несмотря ни на что. И именно в таком окружении можно быть, не знаю, как в каком-то прекрасном саду, который рядом с тобой позволяет тебе точно так же расцветать. Спасибо, здорово. И еще вопрос. Я вот заметил, у вас часто на ваших выступлениях вы используете танцы, какие-то активности. В чем секрет, в чем фишка? Я люблю, когда все весело. Вот и все. Я считаю, что так и должно быть. И наша задача – научиться кайфовать. И вообще мы сюда пришли, и чтобы менять этот мир. И для того, чтобы жить классно, весело, для того, чтобы нам было интересно, для того, чтобы у нас горели глаза. А танцы и песни делают людей счастливыми. Именно поэтому я всегда очень много этого добавляю. Привет. Сегодня фестиваль называется Best Bad Woman. Я хотела спросить, а что плохого ты делала в последнее время? На самом деле… Нет, можно, я не буду. Почему? Ты не знаешь, что ты плохого в последнее время делала? Да, наверное, ничего. В этом году только хорошее. То есть ты хорошая девочка, но пришла на фестиваль плохих девочек, чтобы поучиться? Возможно, возможно. На самом деле это очень большая современная проблема на тему комплекса хорошей девочки. И я как раз стояла в Холоденко-клабе, и там эта тема рассматривалась. Хочу… Пришла сюда с мамой, и хочу ее немножко научить… Плохим штучкам. Да, 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 да. Вот так вот я утром потратила 40 минут для того, чтобы накраситься и сделать прическу. А на самом деле можно было просто прийти на фестиваль Best Woman, и здесь совершенно бесплатно всем девушкам предлагают сделать красивую укладку и макияж. Сейчас мы сами попробуем, как это будет прессивно. Сейчас узнаем у участниц, почему они сюда пришли, и что они пытаются здесь найти на этом фестивале. А все-таки основная цель, почему вы пришли на данное мероприятие? Все-таки глубже, немножко, да, покопаться в себе. Вы решили начать с прически? Конечно, внешний вид – самое главное, для уверенности в себе. А ничего, что здесь, в принципе, практически нет мужчин, это вас не смущает? Абсолютно, это наоборот. Так а для кого же тогда прическа? Для себя, в первую очередь, для уверенности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ведь мы жизни сейчас такой быстрый, что всем девушкам и женщинам обычно уже остается мало времени для того, чтобы следить за собой. Поэтому очень круто, что на фестивале есть зоны, в которых вот такая крутая атмосфера, где каждая девушка может сделать сегодня себе такой уикенд красоты и сделать красивую укладку, красивый макияж. То есть это очень приятно и очень наполняет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это какой-то смоке, это какие-то красные губы. Главное – блеск в глазах. Когда у женщины есть блеск в глазах, да, и когда она себе нравится, вот это вот как раз, вот это вот и есть вот эта вот фишечка. А вы плохая девочка? Я могу быть разной, я меняюсь. А что в последний раз делали такого плохого? Плохого? Что такого дела? Ну так я вам не расскажу все секреты. Почему? Это же секрет. Хорошо, пусть это останется секретом. Спасибо большое. Смотрите, как девочка от холода посинела. Добрый день. Здравствуйте. Вы сегодня представляете зону мануальной липосакции. Да. Подскажите, пожалуйста, как часто обращаются девушки за данной услугой? Ко мне обращаются часто, особенно учитывая, что девушки часто уже что-то где-то делали, и я для них, можно сказать, последний рубеж перед хирургией. Особенно это очень любимая зона, это попиные ушки. То есть когда девушки... Попиные ушки? Попиные ушки, это самая любимая зона, это самая, можно сказать, ходовая зона в фигуре, когда девушки, ну, можно сказать, мучают себя голодом, ходят по диетологам, ходят в спортзалы, приседают, по 9 часов в зале находятся, вот, а попиные ушки никуда не деваются, потому что это у некоторых девушек это конституциональные. И как моя дочка сказала, я немножко пошучу сегодня, говорит, я когда вырасту, у меня попа оживет, и на ней появятся ушки. А подскажите, я знаю, что липосакция это откачка жира, грубо говоря, а мануальная липосакция это как происходит? Действительно, мануальная липосакция это работа с более глубинными тканями, и она работает на, как бы, ткани, которые формируют, с детства формируют фигуру. И она позволяет только локально убрать какие-то недочеты, но не снизить вес, там, взять и убрать 60 килограмм. Сегодня фестиваль называется Best Bad Woman, и я хотела спросить, а вы плохая девочка? Да, очень плохая девочка. И что такого плохого вы последний раз делали? Я очень плохой начальник, я очень строгая к своему персоналу, и в последнее время они очень страдают. Я поняла, ну, если персонал будет себя вести ненадлежаще, и у них будут попиные ушки, то их ждет мануальная липосакция. Основная причина, почему здесь сегодня собралось около тысячи женщин, это именно спикеры, которые выступают со сцены и рассказывают, как найти себя. Моя личная оценка, был подобран хороший зал, потому что он сделан амфитеатром, всем удобно смотреть и слушать. Посмотрим, давайте, что у нас есть еще на сцене для комфортного отсмотра спикеров. Очень важно для того, чтобы на фестивале соблюдать тайминг, это наличие непосредственно таймеров и подсказок для спикеров. Сегодня на локации такие имеются, это плюс. Мы находимся на главной сцене, и сегодня вместо экранов у нас проекторы. Чаще всего на мероприятиях используют проекторы прямой проекции, то есть проектор стоит в зале, а экран находится на сцене. Сегодня здесь использованы для мероприятия проекторы обратной проекции. Это значит, что проектор стоит за полотном и дает картинку уже на экран, который видят люди. Данный вид экрана дает не такую четкую картинку, как проектор прямой проекции, но при этом ему не мешает свет, который может находиться в это время в зале. Я, как настоящая плохая девочка, пойду сейчас туда, куда нельзя. За кулисы мероприятия. Если на ваше мероприятие выступает много хедлайнеров или просто артистов, и у вас много гримерок, очень важно их подписывать, для того, чтобы все артисты быстро находили свою гримерку и не заходили в самые ненужные моменты. Ну что, плохие девочки готовы пошалить, но сейчас кофе-пауза, поэтому в зале не так много людей, и мы пойдем вместе с ними продолжать заниматься плохими делишками. Здравствуйте. Не бойтесь, я не кусаюсь. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Чувак. Эй, Дуги, возьмите руку. Ее? Чувак! 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 А вы здесь какую функцию выполняете? Обнимаемся со всеми желающими. Со всеми девушками, то есть? Да. Такая была секундная пауза в ответе. Сомнения были? Анализировал, да, пройденную информацию. Сегодня фестиваль плохих девочек. А вам какие больше нравятся? Плохие или хорошие девочки? Я об этом никогда не думал. Думаю, когда тут что-то почувствую, тогда и скажу. Я поняла. Какая вам вообще атмосфера фестиваля? Легко ли работать на фестивале, на котором тысяча женщин? Вполне легко. Все очень дружелюбные, улыбаются. Поэтому даже не надо никого заставлять. И что, никаких непристойностей даже не предлагают? Нет. Какой-то странный фестиваль плохих девочек. Спасибо большое. У меня лицо детское, наверное, в этом. Наверное. Наверное, это что-то очень полезное, но я не люблю насекомых. А тем более слизняков. Но я должна это попробовать. Да, я должна это попробовать. Она вторая! Скажите что-нибудь на женском. На женском? Ой, все! Ты пришла учиться на Best Women? Искать себя? Активно ищет, ищет себя внутри. Дима, привет! Ты сегодня ведущий Best Bad Women Fest. Сегодня на тебя смотрят тысячи женских глаз. Скажи, как это? Ну, ощущения на самом деле очень-очень крутые. Я очень рад, что меня позвали все-таки на этот фестиваль. Это очень круто, когда успешные люди собираются для того, чтобы поделиться своим опытом. Это, ну, просто что-то невероятное. Подскажите, пожалуйста, три правила ведения мероприятия для женской аудитории. Ну, это точно должно быть обаяние, точно должно быть юмор присутствовать. И также какой-то позитивный посыл. То есть обращать на мелочи, то есть обращать на каждое внимание, чтобы никто не остался без него. Ну, и, как я говорила, сегодня фестиваль Best Bad Women. Были ли вами замечены какие-то плохие девочки в аудитории? Пока нет, но, надеюсь, в разгаре праздника они точно будут. Надеетесь? А вот, значит, вам больше нравятся плохие девочки? Наверное, все-таки плохие. Как же скучно быть с хорошей девушкой, поэтому все-таки, наверное, плохие. Для каждой девушки важно не только физическое здоровье, но и моральное, и духовное. Поэтому сейчас мы находимся в зоне Академии Здоровья и Гармонии. И сейчас мне будут делать фотографию ауры, правильно? Правильно. А можете чуть-чуть рассказать, то есть как этот процесс происходит, и какие можно знания о себе получить с помощью такого снимка? Ну, процесс происходит очень просто, то есть нужно положить левую руку без металла на датчик, и происходит снятие информации по точечкам. Информацию, которую можно получить, это то, вот мы там много говорим про биоэнергетику, есть ли там тонкие тела, да? То есть это вот как раз такой способ получить, где-то увидеть то, что мы не видим глазами. Зачем это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы увидеть, что есть на сейчас, да, и понять, где наши зоны роста, и как это лучше, как это улучшить, да, то есть для того, чтобы все-таки быть гармоничной, успешной и достигать всего, чего хочется. Вот сразу вопрос, а в любом состоянии можно сдавать такой тест, или нужно какую-то делать настройку перед этим? Фото ауры – это очень чувствительная вещь, поэтому оно отражает наше состояние на это мгновение, да? То есть для того, чтобы сделать, говорить какие-то глобальные вещи по фотографии ауры, да, то есть какие-то там, иногда я слышала там диагнозы там или еще что-нибудь такое, да? То есть нужно иметь там их там 10 этих фотографий для того, чтобы сделать какой-то анализ. Хорошо, давайте пробовать! Ну что, подытожим. На фестивале в целом красиво, приятно и, в принципе, по-другому быть и не может, потому что здесь очень много девушек красивых. Также очень, в принципе, программа хорошая, есть крутые классные спикеры, есть атмосферные моменты, декорации, фотозоны и много чего интересного, полезного. И чего тебя, может быть, не хватило или хватило? Мне тоже, на самом деле, фестиваль понравился. Мне нравится тема, которую выбрали организаторы, поиск себя. Она сейчас достаточно животрепещущая, и многие спикеры ее поддерживают. Мне не хватило тепла, я уже сегодня говорила об этом, и, наверное, мужчин, побольше мужчин на женских фестивалях. В смысле? Вот же ж я, и теплый, и мужчина.